В заключении мегамашин мы покажем вам автомобильного бунтаря, который любит прорываться через внутренние районы Австралии. Его называют автопоезд. Высота 4 метра 90 сантиметров. Длина 53 метра. Автопоезд, предназначенный для перевозки товаров через обширные пространства малонаселенных районов Австралии, это не просто большой тягач. Длиной в 53 метра он способен занять целый городской квартал. Его ширина 3,5 метра, а длина 4 метра 90 сантиметров. Этот безрельсовый первопроходец весит почти 140 тонн. Без груза. Используя 16-литровый дизельный двигатель с нагнетателем мощностью в 600 лошадиных сил, автопоезд может перевозить более 270 тонн груза. Начиная со скота, заканчивая полезными ископаемыми. На самом деле, австралийский автопоезд может растянуться до рекордной длины в километр, создающий пробки и заполняющий автострады. Это линия 79 прицепов, весящих около 1000 тонн. Говоря проще, если вам нужно перевезти груз через Австралию, лучше вам иметь автопоезд. Просто спросите у владельцев автопоезда, братья Фрэнка и Джона Белата. Они ездят на автопоездах через внутренние районы Австралии почти 10 лет. Австралии нужны большие автопоезда, потому что между пунктами назначения большие расстояния. А по дороге встречается не так много населенных пунктов. Вместо того, чтобы использовать полуприцеп, мы используем одного водителя, один грузовик и три прицепа. Следовательно, мы перевозим в три раза больше груза. Когда этот невероятный тягач едет по прямой, он может разогнаться до 95 километров в час и проехать расстояние около 2000 километров. Ах да, и это все на одном бензобаке. Но забудьте об идеально мощенных автострадах. Здесь дороги такие же грубые, как и почва. На многих дорогах, по которым мы ездим, нет покрытия. Это просто грунтовые дороги, которые плохо обслуживаются. Они неровные и размытые. Эти колоссальные караваны делают такими, чтобы они могли переносить тряску. Больше всего в автопоездах меня впечатляет то, насколько они сильны. Я ездил на них по таким дорогам, что просто поверить не мог, что их построили настолько сильными, что они справляются с этим. Что делает этих громадин такими прочными? Целый вагон технологий. Итак, это один из наших стандартных тягачей C-501 Kenwoods. На нем установлена прочная алюминиевая решетка, так как на дорогах часто встречается скот, и иногда столкновения неизбежны. Это двигатель C-15 Cutter Pillar, привезенный из Америки. Здесь установлен самый большой радиатор, который только можно установить, чтобы охлаждать двигатель в жару. Вентиляторы работают постоянно, с того момента, как машина выезжает на дорогу. Это большегрузные платформы Hallmark с тройными осями, которые соединяют автопоезда. Они рассчитаны на 20 тонн, следовательно, на одну платформу можно поместить 20-тонный груз и везти его по дороге. Так где же ездит настолько сильный тягач? Попробуйте здесь, на самой ухабистой дороге в Австралии, дороге Танами, длиной 640 километров. Она уникальна в том смысле, что эту дорогу почти не обслуживают. Она очень тяжелая. Многие грузовики могут пережить поездку по ней, а многие ломаются. Ее называют «Адским шоссе», и она заслужила это имя. Она сломала множество машин и множество людей. Но есть человек, которого она не сломала. Это ветеран с 20-летним стажем управления автопоездами. Митч Снеддон. Это просто невероятные машины. Много мощи. То, что они делают, это просто удивительно. Они могут тянуть три прицепа одновременно. Не все водители могут водить тройные прицепы. Вот что мы выяснили. Лишь определенные люди могут делать это. Те, у кого хватает упорства и характера управлять ими. И делать это изо дня в день, особенно на грунтовых дорогах, которые очень неровные. Не все люди могут делать это. Но на этих дорогах водителей ждут не только неровности. Здесь также полно настоящих опасностей. Если будете ехать слишком близко за одной из таких мегамашин, ваш автопоезд может сойти с рельс. Мне кажется, что самая главная опасность – это пыль. Так как это грунтовая дорога, автопоезд, мчащаяся по ней, поднимает много пыли. Вы ничего не видите. Это похоже на езду сквозь очень-очень густой туман. Но когда за рулем такие водители, как МИЧ, автопоезда безопасно прогрохочут по отдаленным регионам Австралии, доставляя несколько прицепов с товарами за раз. Я думаю, вы отлично смотритесь, когда сидите в них. Люди думают, надо же, он хорошо разводит одну из этих. Они делают невероятную работу. Они доставляют тяжелые грузы на большие расстояния по очень плохим дорогам. В заключении «Мегамашин» мы покажем вам автомобильного бунтаря, который любит прорываться через внутренние районы Австралии. Его называют «Автопоезд». Высота 4 метра 90 сантиметров. Длина 53 метра. Автопоезд, предназначенный для перевозки товаров через обширные пространства малонаселенных районов Австралии, это не просто большой тягач. Длиной в 50 метров, это просто грунтовые дороги, которые плохо обслуживаются. Они неровные и размытые. Эти колоссальные караваны делают такими, чтобы они могли переносить тряску. Больше всего в автопоездах меня впечатляет то, насколько они сильны. Я ездил на них по таким дорогам, что просто поверить не мог, что их построили настолько сильными, что они справляются с этим. Что делает этих громадин такими прочными? Целый вагон технологий. Итак, это один из наших стандартных тягачей, C-501 Kenwoods. На нем установлена прочная алюминиевая решетка, так как на дорогах часто встречается скот и иногда столкновение неизбежно. Это двигатель C-15 Cutter Pillar, привезенный из Америки. Здесь установлен самый большой радиатор, который только можно установить, чтобы охлаждать двигатель в жару. Вентиляторы работают постоянно с того момента, как машина выезжает на дорогу. Три метра он способен занять целый городской квартал. Его ширина 3,5 метра, а длина 4 метра 90 сантиметров. Этот безрельсовый первопроходец весит почти 140 тонн. Без груза. Используя 16-литровый дизельный двигатель с нагнетателем мощностью в 600 лошадиных сил, автопоезд может перевозить более 270 тонн груза. Начиная со скота, заканчивая полезными ископаемыми. На самом деле, австралийский автопоезд может растянуться до рекордной длины в километр, создающий пробки и заполняющий автострады. Это линия из 79 прицепов, весящих около 1000 тонн. Говоря проще, если вам нужно перевезти груз через Австралию, лучше вам иметь автопоезд. Просто спросите у владельцев автопоезда, братья Фрэнка и Джона Белата. Они ездят на автопоездах через внутренние районы Австралии почти 10 лет. Австралии нужны большие автопоезда, потому что между пунктами назначения большие расстояния, а по дороге встречается не так много населённых пунктов. Вместо того, чтобы использовать полуприцеп, мы используем одного водителя, один грузовик и три прицепа. Следовательно, мы перевозим в три раза больше груза. Когда этот невероятный тягач едет по прямой, он может разогнаться до 95 километров в час и проехать расстояние около 2000 километров. Ах да, и это всё на одном бензобаке. Но забудьте об идеально мощённых автострадах. Здесь дороги такие же грубые, как и почва. На многих дорогах, по которым мы ездим, нет покрытия. Это... Это большегрузные платформы Холлмарк с тройными осями, которые соединяют автопоезда. Они рассчитаны на 20 тонн, следовательно, на одну платформу можно поместить 20-тонный груз и везти его по дороге. Да где же ездит настолько сильный тягач? Попробуйте здесь, на самой ухабистой дороге в Австралии, дороге Танами, длиной 640 километров. Она уникальна в том смысле, что эту дорогу почти не обслуживают. Она очень тяжёлая. Многие грузовики могут пережить поездку по ней, а многие ломаются. Её называют «Адским шоссе», и она заслужила это имя. Она сломала множество машин и множество людей. Но есть человек, которого она не сломала. Это ветеран с 20-летним стажем управления автопоездами. Митч Снэдден. Это просто невероятные машины. Много мощи. То, что они делают, это просто удивительно. Они могут тянуть три прицепа одновременно. Не все транспортные машины...